Сергей Лукьяненко Порог Читает Кирилл Рацак От автора Писатель, рассказывающий о нашем мире, как правило, обходится словами, существующими в нашем языке. Писатель, который рассказывает о других мирах или будущем, неизбежно сталкивается с проблемой, как назвать то, чему нет точного аналога. Поскольку в этой книге действия происходят в будущем и в нескольких мирах, я был вынужден адаптировать большую часть незнакомых терминов, приведя их к знакомому виду. Однако надо учитывать, что отличия имеются практически всегда. Ряд терминов вообще пришлось оставить в грубой транскрипции. Меры длины на неворе не имеют точных аналогов средиземных языков, и автор счел нужным сохранить их в первозданном виде. В то же время основные меры расстояния Соргаса крайне близки к человеческим – 98 см и 1011 метров. Поэтому автор решил использовать термины «метр» и «километр». Вот примеры нескольких слов и терминов для любознательного читателя. Земля Первое. Книга. Книжка. Практически всегда имеется в виду электронная книга, выглядящая как прямоугольный лист мягкой ткани. При включении книга обретает твердость и становится похожей на лист плотного картона со сменяющимся изображением. В книге может быть записано огромное количество текстовой информации, но в отличие от планшета, она не предназначена для показа видео, игровой или сетевой активности. Любопытная деталь. Книга, разрезанная на несколько частей, превращается в несколько книг, каждая из которых полностью функциональна. Поэтому фразы «дай почитать», «поделишься книжкой», как правило, означают просьбу разорвать или разрезать книгу на части. Если речь идет о бумажной книге, которая является в большей мере предметом искусства или коллекционирования, то всегда уточняется «бумажная книга». Второе. Внешний английский. Основной язык международного общения. Официальный язык космофлота. Базируется на классическом английском языке с сильно упрощенной грамматикой и значительными заимствованиями из других языков. В первую очередь китайского, испанского и русского. Считается деловым и техническим. Писатели и поэты для творчества, как правило, используют национальные языки. Большей частью персонажи общаются именно на внешнем английском. В тех случаях, когда они переходят на другие языки, и это нужно для понимания ситуации или по соображениям приличия, их речь дается в оригинале. Третье. Аудиоксена. Язык звукового общения, разработанный РАКС, и принятый как стандарт для цивилизации соглашения, наряду с граффити-ксена, письменная речь и код-ксена, языком программирования и обмена машинной информацией. Обязателен для всех офицеров космофлота. Очень прост по структуре и удобен для произношения всеми разумными видами. Еще более плохо приспособлен к передаче избыточной информации, то есть художественных текстов, хотя отдельные энтузиасты разных видов предпринимают попытки адаптировать его для творчества. Четвертое. Космофлот. Несмотря на совершенно явное происхождение от ВВС, ВМФ и прочих армейских структур различных стран, космофлот не является в полной мере военной организацией. Его офицеры представляют собой что-то среднее между офицерами ВМФ и моряками современного торгового флота. Связано это в первую очередь с тем, что существующие доктрины соглашения вообще не предусматривают сколько-нибудь масштабных военных действий. Единственным членом экипажа, максимально приближенным к понятию военного, можно назвать офицера специальных, то есть боевых систем корабля. Впрочем, военную подготовку все офицеры проходят в полной мере, как дань традиции. И на всякий случай. Пятое. Шеврон. В земном космофлоте принято обозначение должности и звания посредством нарукавных шевронов по образу Советской армии времен Великой Отечественной войны или Американской армии XX века. Цвет шеврона определяет, является ли офицер штабным, допущенным к полетам, находящимся в резерве и так далее. Число полосок на шевроне определяет звание, цвет, выслугу лет и особые заслуги. Погоны используются лишь в парадной форме. Соргас. Шестое. Семья. Неворская семья отличается от земной. Как правило, это небрачное партнерство мужской и женской особей. В семье могут быть от двух особей до нескольких десятков. Сексуальные отношения в семье также могут принимать разные формы. Моногамные, полигамные, групповые. Возможны семьи, в которых секс внутри семьи вообще не практикуется, хотя это достаточно редкий случай. По сути, семьей называется группа особей, ведущих общее хозяйство и связанных той или иной целью. Секс вторичен. Выделяют следующие группы семей. Младшая или родительская, в которой особь растет. Средняя или подростковая, молодежная, куда, как правило, уходит повзрослевший ребенок. Старшая или материнская, которую создают для рождения собственных детей и совместного хозяйствования. Разумеется, что для одного родительская семья, то для другого материнская. Изредка возникают почтенные или старческие семьи, куда уходят самые старые или одинокие особи. Впрочем, кризис традиционной семьи коснулся и Соргаса. Многие особи вообще не создают семей или пропускают какой-либо этап. Невр. Седьмое. Меры длины невра отражают специфику дуальной цивилизации. Достаточно упомянуть, что ЧИ, приблизительно полтора сантиметра, это размер полового члена взрослого гуманоида. А ГЛАН, около 86 сантиметров, это средняя длина хвоста женской кошачьей особи. Восьмое. ТРА. Термин кошачьих невра. Слово «в невероятном будущем времени» в современности используется для обозначения лишь двух вещей. Первое. Объекты любви, секс или брачный союз, с которым исключен по причине физиологии, возраста, пола или иных обстоятельств непреодолимой силы. Любопытно, что употребляется лишь термин «тражина». ТРА-муж звучит с точки зрения кошачьих невра очень смешно и нелепо. Второе. Неопределенно долгой и счастливой жизни, блаженства и покоя. ФИОЛ. Девятый. «Лучшая часть меня». Термин, которым гуманоидный особь ФИОЛ, называет мозгового червя, с которым находится в симбиозе. Гуманоиды ФИОЛ практически лишены эмоций, но обладают развитым интеллектом. Червеобразный симбионт, эволюционно приспособленный для жизни в их организме, сам по себе практически неразумен, но дает эмоциональную составляющую общей личности. В принципе, буквальное наименование симбионта должно переводиться как «совесть», но подобный перевод несколько запутал бы читателя. Классификация разумных миров, принятая в соглашении. Первый уровень – цивилизация дотехнического уровня. Примечание ФИОЛ. Термин «дотехнического» идентичен термину «доселекционного». Второй уровень – цивилизация начального технического уровня, до преодоления притяжения материнской планеты и выхода в космос. Примечание человечества. Выходом в космос является достижение скорости убегания применительно к материнской планете. Третий уровень – цивилизация, вышедшая в космическое пространство и совершающая полеты в пределах своей звездной системы. Примечание АУРОН. Перемещение с поверхности планеты в космическое пространство посредством устройств типа «космический лифт», «катапульта» или «пушка» также считается полетом. Примечание ФИОЛ – перемещение с поверхности планеты в космическое пространство внутри природных или искусственно созданных живых организмов считается полетом. Примечание РАКС – перемещением считается смена положения с поверхности планеты на положение вовне. Четвертый уровень – цивилизация, имеющая постоянные и самодостаточные поселения вне материнской планеты, но в пределах своей звездной системы. Примечание ХАЛ-3. Самодостаточность поселения определяется решением его жителей, а не решением жителей материнского мира. Примечание ХАЛ. Единая и неделимая цивилизация ХАЛ оставляет за собой право выборочно толковать данный пункт. Пятый уровень – цивилизация, достигшая любой иной звездной системы. Примечание РАКС. Под достижением иной звездной системы понимается как пилотируемая, так и непилотируемая экспедиция. Примечание ХАЛ. Под экспедицией понимается перемещение из одной звездной системы в другую материальных тел, способных к передаче информации и или осуществлению какой-либо полезной работы. Примечание АУРАН. Иная звездная система должна находиться на расстоянии не менее трех с половиной световых месяцев от материнской звезды и на расстоянии, сводящем гравитационное взаимодействие звезд к ничтожно малым величинам. Примечание человечества. Достижение иной звездной системы неисправным зондом или кораблем с мертвым экипажем засчитывается, если причина гибели экспедиции не носила системного характера и может быть названа случайной. Миры, достигшие пятого уровня, приглашаются к участию в соглашении. Контакты с цивилизациями первого, четвертого уровней строго ограничены. Решение о контакте или вмешательстве, выходящем за границы научного и или локального, может быть принято только общим консенсусом цивилизаций соглашения. Каждая цивилизация соглашения несет ответственность за цивилизации первого, четвертого уровней в своей зоне влияния. Каждая цивилизация соглашения вправе контролировать соблюдение правил иными цивилизациями соглашения. Хал, Аурон, Фиол, Ракс, Человечество, Хал-3. Экипаж научного корабля Твен. Валентин Горчаков. Человек. Капитан 2-го ранга, 34 года. Командир корабля. Матиас Хофмайстер. Человек. Капитан 3-го ранга, 34 года. Старший помощник. Анна Мегер. Человек. 47 лет. Мастер-пилот. Гюнтер Вальц. Человек. 30 лет. Оператор специальных систем корабля. Лев Соколовский. Человек. 78 лет. Врач. Теодор Скват. Человек. Кадет. 16 лет. Системный администратор. Специалист по ИИ. Алекс Йоханссон. Человек плюс. Кадет. 17 лет. Навигатор. Лючия Дамико. Человек. Кадет. 17 лет. Специалист систем жизнеобеспечения. ИСКИН корабля Твен. Марк. Квантовый компьютер 6-го поколения. Искусственный интеллект. ИСКИН. 70-й цикл ядра. Синтетическая личность. Научная группа корабля Твен. Бэзил Годфри Николсон. Человек. 48 лет. Доктор наук. Специалист по дуальной цивилизации Невр. Мэйли Ван. Человек. 41 год. Профессор. Доктор наук. Специалист по филиноидам системы Невр. Ксения. Ракс. 0 лет. Третья вовне. Наблюдатель. Уолр. Хал-3. 71 год. Специалист по гуманоидным формам жизни. Станция наблюдения Невр. Прима. Ракс. 2 года. Первая вовне. Наблюдатель. 206-5. Толла. Фиол. 82 года. 6 лет. Созерцатель агрессии. Система Невр. Планета Кехгар. Земля или желанная. Анге. Гуманоид. 27 лет. Инженер. Офицер третьей ступени Небесной Стражи. Поста 109-74. Латта. Гуманоид. 27 лет. Военнослужащая. Офицер второй ступени Небесной Стражи. Поста 109-74. Система Невр. Планета Ласковая. Линге. Киса. 19 лет. Брачный партнер. Временная жена Криди. Дружба. Первый межзвездный корабль дуальной цивилизации Невр. Криди. Кот. 36 лет. Инженер. Начальник инженерной группы. Анге. Гуманоид. 27 лет. Инженер. Тражина Криди. Норти. Капитан от КИС. 57 лет. Лери. Капитан от гуманоидов. 48 лет. Казвар. Гуманоид. 51 год. Геолог. Система Соргас. Планета Соргас. Ян. Черный. 33 года. Инженер. Военнослужащий. Учитель. Адиан. Черная. 31 год. Социолог. Экономический и политический аналитик. Сарк. Черный. 42 года. Старший лейтенант ракетных войск. Рыж. Рыжий. 16 лет. Подросток. Лан. Черная. 16 лет. Подросток. Рыжий. 16 лет. Подросток. Часть первая. Голова первая. Сопло ракеты было отполировано до зеркального блеска. В гладком металле Ян видел свое искаженное отражение. Слишком большая голова. Слишком узкие плечи. Торчащие, как лопухи уши. Растрепанная грива черных волос. Налобный фонарик горел яркой, разлапистой звездой. Комната смеха с кривыми зеркалами, а не пусковая установка. «Температура плюс три!» — скомандовал офицер пуска. «Втулка четыре!» В руку Яна легла тяжелая бронзовая втулка. На всякий случай он глянул, убедился, что номер правильный. И стал аккуратно, чтобы не сбить резьбу, вкручивать втулку внутрь сопла. «Гром» был новой моделью баллистических ракет с улучшенной точностью попадания. Но давалось это непросто. Мало того, что пусковая установка должна была устанавливаться с немыслимой точностью, так еще и сама ракета настраивалась в зависимости от массы параметров. Скорости ветра, температуры, срока, прошедшего с момента изготовления топлива. Шашки пороховых двигателей со временем меняли параметры горения, и это тоже надо было учитывать. «Снять чехлы со спецБЧ!» — приказал офицер, и рука Яна дрогнула. К счастью, втулка уже легла на резьбу. Если с особой БЧ снимают теплые кожухи со встроенными спиралями подогрева, значит, дело идет к пуску. Ян докрутил втулку, прихватил ее специнструментом и дожал до конца. По инструкции полагалось использовать инструмент с самого начала, но в войсках давно убедились, что на практике это неудобно. Даже контролирующие с завода молча закрывали на это глаза. Переписать инструкции и согласовать их было сложнее, чем позволить ракетчикам следовать здравому смыслу. Ян выбрался из сопла, куда забрался почти до пояса, спрыгнул с пускового комплекса на истоптанный грязный снег. Дивизион Громов стоял в ложбине, укрытой от противника густым лесом. Несколько ламп, прикрытых маскировочными абажурами, высвечивали агрегаты ракеты, с которыми еще шла работа. — Готовность двадцать! — скомандовал офицер. — Завершить наводку! — Проверить укрытие! Сердце гулко стучало в груди. Ян вопросительно посмотрел на старшего лейтенанта Сарка. Тот встретил его взгляд, слегка кивнул. Офицер боялся. Радист, сидящий на раскладном стульчике рядом с офицером, боялся тоже. Но ему хотя бы было чем заняться. Сходило солнце. Ионосферу забивали помехи от магнитных бурь, и он безуспешно пытался от них отстроиться. Суетящиеся солдаты, складывающие брезентовые чехлы БЧ, боялись не меньше, но и у них было дело. А Ян свою работу закончил. Наверное, последнюю в жизни работу. Войны между Западом и Востоком случались нередко. Менялись страны и союзы в них участвующие. Менялись поводы каждого конфликта. Причина, конечно, была всегда одна. Но каждая война рано или поздно заканчивалась. Ни одна из сторон не могла уничтожить или завоевать другую, и с этим приходилось мириться. Теперь все изменилось. Теперь у каждой страны было ядерное оружие. Одиннадцать лет с момента первого взрыва на пустынном северном полигоне обе стороны работали над атомными проектами. Этому было подчинено все, начиная от запуска спутников в фоторазведке и заканчивая строительством убежищ в городах. Теперь настал момент истины. Больше ни от кого и ничего не зависело. Все знали, что война будет. Разве что сам Господь мог ее остановить. Ян отошел от ракетной установки, у которой остались одни лишь наводчики, до последнего подкручивающие верниеры, вымеряющие угол возведения ракеты, делающие поправки на ветер. Крыльчатка-анимометра, раскрашенная кем-то в яркие цвета наподобие детской игрушки, крутилась на вкопанной в землю штанге. Интересно, дойдет ли сюда ветер, когда детонирует особое Б-Ч? Ян прикинул расстояние, рельеф, мощность Б-Ч, которую, вообще-то, ему знать не полагалось. Он отвечал лишь за двигательную установку. Дойдет. Впрочем, бояться стоит не этой Б-Ч, а той, что прилетит в ответ. Что там у противника? Оперативное соединение дивов. Шесть крылатых ракет. Хватит для ответного удара. Ян глянул на укрытие. Вырытый в мерзлой земле окоп полного профиля. Покачал головой. Несерьезно. Другие ракетчики тоже стояли рядом, не торопясь забираться в окоп. «Снять предохранитель СБЧ!» — приказал офицер пуска. И оно вдруг отчаянно захотелось жить. Вместе с ясным пониманием того, что жить осталось недолго. Он порылся в карманах, достал картонную пачку, заглянул внутрь по устам. Кто-то из стоящих рядом молча протянул ему свою. Ян кивнул, вежливо отломил маленький кусочек прессованной травы на полжвачки. На него глянули насмешливо, и он перестал стесняться, оторвал себе полную порцию. Трава была главной армейской валютой. Просто так ею не делились. Пайки все время урезали, но теперь это уже было неважно. Бросив в рот кусок маслянистой сечки, Ян разжевал ее, прикрыл глаза. Соленая горечь защипала язык, небо слегка онемело. Ян попытался вспомнить слова уместные в такие минуты молитвы, но все они ускользали. Мелькала лишь с детства затверженная «Ангел Господний, укрой мир крылами от бед». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин